Наша тема связана с единством философии, религии. Есть такое Пурана, раздел ведической литературы, которое называется Бавиштию Пурана. На санскрите Бавиштию означает будущее, то есть предсказание будущего, где описаны все грядущие события, допустим, до конца этой Кали-юги и даже до конца Кальпы. И там описывается, что в начале Кали-юги, в начале Кали-юги, то есть 5000 лет назад, начинается Кали-юга. Происходят астрологические изменения, и начинается новый круг, новый круг цивилизации. В начале Кали-юги описывается две тысячи с половиной лет полная повальная деградация. То есть люди отходят от ведических представлений. И назревает момент, когда полностью выпадки, растет порог. Тогда, говорится, нисходит Господь в своей аватаре, как Господь Будда, в провинции Гая, как сын Анджаны. Он приходит, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к истинным последователям религии. И он приходит с этим принципом Ахимса и с нирваной. Он приходит для тех, кто враждебно относится к последователям истинной религии. И преподносит им закон Ахимса, останавливая деградацию и постепенно восстанавливая ведические принципы. После него, есть описание в Пуранах, один из индийских царей, его звали Мити, путем медитации и внутренних вибраций, называются они биджи, то есть изменение своих внутренних вибрационных полей, переходит на второй уровень пространства в Гималаях, медитируя. И вот Махарад Шмити переходит на эти средние Гималайи и там встречает Садху. Садху на санскрите означает чистый, преданный Господа. Он встречает там Садху в белых одеждах, сияющего. И он спрашивает его, кто ты Садху? И он ему отвечает, я есть сын Бога, рожденный от Девы. Я не сшел в этот мир, чтобы создать новую религию для млечихов, чтобы остановить их деградацию веккали. Он говорит ему на санскрите, Иша Путра Мам Веди Кумари Гарбхи Самбавам. Иша означает Бог, Путра означает сын. Мам, ты должен. Веди, Веды означает знание, знать. Иша Путра Мам Веди Кумари, Дева. Гарбхи, беременность, Самбава, рождение. Я есть сын Божий, рожденный от Девы. Это предсказывается приход в эту эпоху, в этот век кали, век деградации, миссии Господа Иисуса Христа. Вторая миссия. Дальше говорится, совсем через короткое время, Господь Шива, управляющее божество, гуна и невежество, гуна Аватар. В этом мире, этот материальный мир, представлен в трех гунах материальной природы. Такие модусы. Благость, страсть и невежество. И Господь Шива, он управляет модусом невежества. В России, в Древней Руси, его называли Велесом. Скандинавы называют его Одином. И так в разных культурах, в разных народах, разные существа.